давай я просто построю садик в твоем экспрессе а ты мне экспресс построй я сяду в него хотя бы хотя бы увижу его красиво а можно не так быстро я бы посмотрел это покороче а карту это не карта это херня какая-то где карта покиньте офис герты сейчас покинем я надеюсь мы бежим на экспресс а мы прям чё в перрон это лада ладно то есть я могу переме так подожди 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 надеюсь ты придешь и поможешь сука я нет экспресс подожди вечерочек ты на канале ганты games где мы с выиграем в разные игры и мы продолжаем играть фонкой star rail но прежде чем начнем хочу сообщить что у меня появился сервер дискорд где мы с тобой можем обсуждать фонкой star rail хорроры и много чего еще жду тебя там ссылочка в описании так все по стариночке все по стандарту идем начало мы к книгам где они прикинь не вижу увидел молодец вот мы почти все прочитали это это все это и сейчас мы все быстренько прочитаем запись пьеса дураке зачинщик бед на врага наступает а дурачок желает истукана обезглавить сборник музыкального сопровождения и текстов к песням для пьеса дураке записи были конвертированы с аудиоплен ох куда как много читать кошмар записывающаяся лента записывающая лента встроена безупречное устройство воспроизведения видно что исследователи старательно его чистили после запуска воспроизведения в глубине слышен звук холостого хода магнитной ленты внезапно раздается удар молотка рассказчика и взмах складного веера издалека нарастает напевное повествование древнем царстве солнце ускользает а луна ползет и ничто не выживает там где проносится божественная кара в одиночку я разобью божественный свет и пронжу небесное затмение в эту ночь я должен рассказать историю родоначальника бедствий готовится к конфликту чтобы урегулировать старые долги и дурак убивает божественное тело мечом из вас кто здесь должны знать что среди этой галактики тысячи звезд есть ионы которые не заботятся о мире и прячутся среди моих мирных земель своих мирных земель и семеро что вдохновляют своих глупых последователей в бормотании молитв последователи часто слышится имя разрушения слушайте божественная сила разрушения небес и опустошение земли заключенная в слове должна вести за собой последователей в погрязших насилие словно роль насекомых или солнечное затмение это легион услышав который галактика оттышать нется олицетворение разрушения творитель руин кто-то воскликнул творители руин что это такое другой тихо ответил это кодовое слово кажется оно связано с легионом кто-то другой сказал господин рассказчик и сяньчжоу должно быть это их сленговое слово конечно большинстве сленгов его также называют на нук говорят что легион использует черные дыры в качестве печи энергии инь и янь в качестве угля и все остальное в качестве меди под командованием творителя руин его последователя лорда опустошителя легион стремится переплавить мертвые звезды откуда не берутся ответ космический потоп с какой целью они действуют мы не знаем я оскорблю потому что могущество творителя руин неопределимо и мощно я гневаюсь потому что все все кто против него стремятся также и воплотить свои эгоци эгоистические устремления против галактических сил которые не смогли сравниться с ним верховный палач наконец вспомнил его родной мир где он где им правило не справить где им правило несправедливая сила он собрал силы бесчисленных рейнджеров пустоты чтобы потребовать ответа от своего прошлого к сожалению его встретил безымянный дурак охранявший звездные врата вооруженные рапиры необычайной мощи дурак ловко уворачивался как скользкая рыба в пруду или вспышка падающей звезды творитель руин сражался с дураком семь дней и семь ночей и в конце концов его из его божественного тела просочился золотой и хор вот причина незаживающей раны из зала кто-то закричал серьезно да вы просто новичков дурачите сотрудник отдела безопасности прервал его помолчи да и господину рассказчику закончить в одно мгновение пространство и время перевернулись и звезды потеряли свое и сияние творители руин ушел раненый а его легион рассеялся как могли наблюдатели из от стальной части галактики просто смотреть на это золотой и хор стал их желанием некоторые пытаются украсить его для приготовления не настои настоянного на и хоре меда настойного другие стремятся уничтожить его чтобы ослабить мощь региона кто-то громко прокомментировал именно я это слышал ходят слухи что где-то в галактике и таверне подают этот мед и называется он кровавая мэри послышалось в ответ фы отстой отозвался кто-то он называется нить разрушения снова выкрикнул тот человек ого как круто раздался ответ конце то а в какой-то момент из инцидент за инцидентом последовал шум на невежды с на лице разошлись и вернулись к своим повседневным хлопотом среди тех кто получил долю золотого и хора был никто с нашей космической станции наш собственный ночной странник когда-то он вернулся его встретила слава и почет когда он вернулся его встретили слава и почет но сам он переменился назревает ужасная беда а в продолжение истории в следующий раз в зале поднялся переполох и это все мало вы не собираетесь связывать это со вторжением легиона антиматерии не так ли только времени и это реалистическая литература заткнись и заплатить господину рассказчику продолжайте им пожалуйста да что там продолжать то это же полная чушь сначала еще ничего а потом все хуже хуже я ухожу так и и последнее тут кстати очень-очень много книг но нам осталось последняя вида галактики татаниды на сей следили неорганичного организма татанида он хранится в отделе экологии вот тут немножечко виды галактики татаниды номер галактического вида неорганика номер 27 название тип вида тотониды другие галактические названия электрический гигант светящийся звездный многогранник дышащий валун система квалификации царства неорганика класс кремниевый отряд монотектоиды семейства петра гиганты общее сведение об исследовании родной мир татанидов планета страдающая от разрушительных штормов торнадо уничтожает все на своем пути оставляя только самые стойкие формы жизни этот вид выглядит как полупрозрачный кристалл с внутренним логическим центром называемом мысленной монотектикой а с особи этого вида общаться между собой испуская электрические сигналы через этот орган их язык психика и история известной галактики в эпоху машинных войн татанида выступали на стороне машин после поражения татанида были уничтожены органическими существами и вымерли татанида превращаются в минеральные руды и после смерти таким образом планета татанидов превратилась в безжизненный каменный мир терзаемые жестокими ураганами когда пламя войны рассеялась только королевская корона олицетворяющая историю монархии осталось среди безмолвных ветров соответствующая виде диковина невыносимая тяжесть диковина хранящая сна космической станции представляет собой инструктированную кристаллами корону на самом деле это королевский лавровый венец с планеты татон где обитают кремниевые формы жизни живое ископаемое истории монархии говорят что каждый умерший император татанидов будет заключен в эту лавровую корону составленную из останков предыдущих императоров татаниды верят что эта корона приносит мудрость поколений своим правителям по этой же причине правители татанидов всегда были крупными солидными и красивыми за последние несколько янтарных р появление появлялись ученые которые считали что корона на самом деле хранит и расовую память и основные клетки татанидов они также верят что выставляя выставление корон на лунный свет позволит им прикоснуться к истории погибшей расы с возгоранием жизни того и он а уничтоженному народу может быть дано второе рождение супер коротко отлично пускаем теперь быстренько проходимся по этим штучкам забираем все что можно забрать берем 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 все забираем отлично это что нет испытанием пока не проходим никакие прыжок много новых прыжков и вижу не все за золотые но я коплю еще у меня не хватает прыжков а этих пока брать не буду пока суд этими надо закончить следом у нас что-то пи письма и какое-то письмо перевод права проходцы давайте сделаем обмен на ваши отглоски прошлого на откровение будущего так завершите все миссии почти звезды нефрит и эксклюзивный аватар первопроходцы звездный путь во время событий каждый день проходите системы участвовать в событий изучать игровую статистику получите новогодние откровения черного лебедя а также такие награды как звезды нефрит эксклюзивный автор первопроходцы звездного звездный путь во время событий поделитесь уникальной карты с откровением и примите участие в розыгрыше призов розыгрыш от первых персонажей пойдет в соцсетях участники розыгрыша получит шанс выиграть ценные призы так ясно просто дайте мне мои деньги и все так вот это компенсация за пролюмой версии так это даже можно не читать нам всегда это все компенсирует то же самое просто забираем каждый каждый раз я захожу каждый раз мне что-то дают удивительно что-то а да да пожалуйста все да наверно все отлично мы идем тобой орла ну и нужно торопиться я все таки хочу попасть на экспресс оба а вы кто а вы что такое как меня тебя посмотреть ты мне скажи пожалуйста если есть какой-то пеппи шанс поговорить посмотреть от первого лица я хочу им пользоваться как мне можно от первого лица посмотреть а давай с пеппи поговорим об подожди пеппи твою мать это такой звук издаешь гав 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 это пес асты обычно находится в режиме автоматического выгула чему исследователи уже успели привыкнуть гав 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 глядя на то как этот милый и озорной щенок виляет хвостом вы понимаете что понравились ему щенок смотрит на вас с явным ожиданием давай поиграем давай поиграем кажется пеппи в добром расположении духа отличная возможность подружиться с ним коснуться лапок почесать пузико погладить по голове давай пока погладим по голове его почесываю пушистую собачью голову вы даже чувствуете как резко пёс виляет хвостом чё за ересь почему вы не показываете кажется пеппи в добром распожили духа но вы же понимаете что это ебала честно кажется он не хочет демонстрировать живот на публике вы никогда бы не подумали что встретите настолько застенчивого пса кажется пеппи в добром расположении духа коснуться лапок вы ставите на свою ладонь мягкие лапки подушечки теплые невероятно упруги кажется пеппи в добром расположении духом да и ебать и огорчен я-то думал будет какая-то анимация что он все-таки с ним этого поиграется по пощупать там его погладит а он ничего не делает их ну щеночек забавный начальник отдела безопасности орлан докладывает ой это ты ганты извини не сразу тебя узнал мы я ж так изменился это думала каким образом как нам усилить подготовку сотрудников отдела безопасности к катастрофам ведь это одно из самых из важных звеньев проекта возрождения даже если легион вздумает снова напасть им придется иметь дело со мной проект возрождением до проект возрождения это план действий после катастрофы совместно разработанный госпожой астой и руководителями пяти основных исследовательских отделов на основе данных о понесенных космической станции потерь собранных госпожой астой с разных источников это также включает в себя множество других секретных инициатив таких как команда по сбору диковин организация безопасных зон и оценка ущерба корпорации межзвездного мира чего-чего какой сбор диковин ну давай будем тебя все расспрашивать команда по сбору диковин организация безопасных и он А, зон И оценка ущерба корпорации межзвездного мира Это все входит в проект возрождения Но проект возрождения будет нелегко реализовать Госпожа Аста тоже считает, что на данный момент Нам понадобится гораздо больше людей Чем изначально предполагалось Спрошу Спрошу тебе прямо Гантэ, ты поможешь? Когда мы сражались с монстрами легиона, ты смог меня защитить Гантэ, я считаю тебя надежным напарником Поэтому я в первую очередь вспомнил тебя У тебя снова ничего интересного для меня Готов на любые поручения Да давай, давай, все нам Главное награды хорошие ты мне давал Но это не то, чтобы поручения Я признателен за твою готовность помочь На самом деле ничего сложного Все сотрудники сейчас заняты подготовкой к проекту Возрождение Я хочу тебя попросить сходить во все зоны На космической станции и узнать, не нужна ли там подмога Кстати, это комиссионный Всего 648 Я на самом деле даже не знаю, сколько нужно Здесь не покрываются все расходы на проживание и питание Поэтому я плохо разбираюсь в деньгах Мне ничего не нужно Все, что я делал, я делал ради Ради дружбы 648 это огромная сумма А нет, просто типа давай Надеюсь, благодаря твоей помощи проекту Возрождение госпожа Аста Сможет хоть немного выспаться Опа, мне кто-то Кто-то мне звонит Авраам, Ганты, Аста Кто-нибудь может мне помочь? Это срочно, буду ждать Что случилось? Отдел безопасности немедленно приступает к работе Это что, массовая рассылка? Это Авраам Я уверен, снова испугался малюсенького чудовища, который преследует его Отряд уже много раз помогал ему Скорее всего, опять ложная тревога Ой, да просто не обращайте внимания Я выполнял проект Возрождения в приемном зале И неожиданно столкнулся с неопределимыми трудностями Ох, если бы Альфред был рядом, он бы помог Ничего, я не умею быть безразличным Слезами проблему не решить Откуда у меня вдруг появилось столько... Вот, надо дописывать Надо дописывать Я вот не понимаю, в чем прикол Я не понимаю, что он хочет сказать в итоге Это странное решение Эм... Давай вот так Типа мы такие Че сейчас порешаем? Правильно, Авраам, дерзай Как ты собираешься защищать всех и мстить за своих друзей в таком состоянии? Извини, если мои подчиненные потревожили тебя Тех, кто собирался добавлять тебе в друзья Я уже заблокировала Что касается уже отправленных запросов То теперь решать, принимать их или нет Э, все? Так, новая миссия Смотрю сюда Эм... так Путешествие продолжается Это мыть... вот она Дорога Возрождения Идите в базовую зону И помогите исследователям Убрать беспорядок В базовой зоне Находящийся на передовой Опасно оставшийся в одиночестве Исследователь ждет помощи В этот момент Ваш старый знакомый Авраам Вот-вот столкнется лицом К лицу со своим страхом Я больше чем уверен Что там полная какая-то херота будет Многие... Так, это приемный центр Многие приходят сюда Но им остается лишь С восхищением наблюдать за гордыми исследователями Там полная будет... Хрень Из-за чего он там Что-то испугался Я тебе говорю Так оно и будет Вот этого... Вот этого вообще тут народу Оооо А че у вас так... Уотсон Уотсон? А где Шерлок? Бдум Эээ... так Что ты мне хочешь сказать? Самый быстрый способ Сколыхнуть Путешествие воды Это сбросить в него ядерную бомбу Так, сейчас О, ты слышал это? Не волнуйся Просто от скуки разговариваю Сама с собой Просто бросить камень Недостаточно Мы с тобой знакомы? Давай вот так спросим Не знакомы Но можно познакомиться Я с первого взгляда поняла Что ты незаурядный человек Если ты, как и я Не хочешь быть посредственностью То мы как сводные брат и сестра Сторжение было воспринято другими Как бедствие Но мудрые видят в этом возможность Хватайся, брат Здесь все не так просто Как кажется За что хвататься? Я слышала, как ты помешал Планам лорда-опустошителя Молодежь редко обладает Такими выдающимися талантами Ты заслуживаешь Эти награды Ты сохранишь свое мужество И на протяжении всей жизни Я кое-чего не понимаю Прямо у нас с тобой Диалог завязался Ты посмотри Куда ты нашел нужного человека? На самом деле Я расследую это вторжение Что тебе удалось найти? Учитывая наши нынешние отношения Я пока не могу Раскрыть тебе всю информацию Но могу рассказать тебе Что-то неважное Например За этой атакой Стоял некий Исследователь космической станции Хотя у него пока нет Убедительных подтверждений Время непременно Докажет мою правоту Какова была цель нападавших? Ты задаешь Очень меткие вопросы Всякая конструкция Несовершенная И при малейшей Небрежности В любой момент Может рухнуть За атакой Стоит множество причин Неэффективная защита Сговор Но это Но все это Не имеет значения Важно то Что будет с нынешней Космической станцией После атаки Что ты собираешься Делать дальше? Не рискнешь Не выиграешь Я носом землю буду рыть А эту сволочь достану Не волнуйся Я понимаю Что для всего Своего время У меня все схвачено Во всяком случае Твое присутствие Весьма своеобразно И преднамеренно Чую заговор Не мешай мне думать Ты Ах У нынешней молодежи Совсем нет терпения Позволь дать тебе совет Научись защищать себя Вдалеке от дома Ведь чужие души Потемки Я думал Ты мне что-то дашь Так нам А нам Подальше Когда здесь Впервые оказался То сфотографировался С ней С вот этой вот Эмблемкой Красиво Я могу Послушать вас Действительный Исследователь Можешь мне не верить Но когда я Столько начал Тут работать То специально Пришел сюда Чтобы сфотографироваться С ней С чем Да вот с этой штуковиной Прямо передо мной А это спокойный Исследователь Но это же просто Проекция И что Ты не понимаешь Я же единственный Из семьи Кто летал на космическом Корабле Это фото для родных Какое у него Интересное Прическое Значит они тобой Очень гордятся Вэнь Минде Я же тут все вроде собрал Не хватает Трех диковин И четырех Когда же Так это же Друг Гантэ Тебя должно быть Вдохновила Декларация о возрождении И теперь ты хочешь Вступить в команду По сбору диковин Это же Вэнь Минде Командир Вэнь Да я просто Мимо иду Не не давай Типа О я тебя как будто Знаю тысячу лет Блистающий талантами Гантэ Я давно хочу С тобой познакомиться Прошу прощения Что не встретиться с тобой ранее Позволь мне снова Представиться Вэнь Минде Возглавляю отдел Прикладных искусств И в настоящее время Возглавляю команду По сбору диковин Координарую развитие Безопасной зоны Базовой зоны По правде говоря Меня сейчас беспокоит Нехватка людей В команде по сбору диковин Всего на космической станции Четыре отсека Но сейчас нас хватает Только на один Если так будет продолжаться То вообще То когда вообще Мы сможем осуществить Грандиозный план Изложенный в декларации О возрождении Потом все еще раз Обдумал и понял Что внештатные сотрудники Могли бы стать решением проблемы И в этот момент Ты заговорил со мной Какое удачное совпадение Если хочешь еще что-то узнать Спрашивай Я хочу спросить Отдел прикладных искусств Герты А отдел прикладных искусств Один из важных отделов Герты Который занимается Распределением всех Входящих и исходящих Активов на станции Включая инвентаризацию Более того Мы поддерживаем Очень тесную связь С корпорацией Межзвездного мира Если много путешествуешь По галактике То наверняка Она слышал Команда по сбору диковин Команда по сбору диковин Это временное Аварийное подразделение Созданное космической станцией Для удовлетворения Различных нужд При восстановлении После катастрофы Как видно из названия Наша команда Собирает диковины Утерянные во время вторжения Безопасная зона Это место Где мы сейчас находимся Опорный пункт Из которого Исследователи Герты Противостояли легиону антиматерии Хотя космическая станция В целом Находится под контролем Она еще не полностью Зачищена от монстров Безопасная зона Это результат Нашего плана перехода По возврату зон Над которым Был потерян контроль Я уверен Что все точки В конечном итоге Будут соединены Замечательно Если вдруг появятся вопросы Обязательно спрашивай В будущем Я многое смогу тебе Поручить Окей Так Нам нужно туда Но мы пока к нему Не подходим Что за тетя О Вы прям стоите на каких-то Тут прям Все серьезно у вас как-то Ни шагу вправо Ни шагу влево Можете со мной поговорить Не хочешь? Как хочешь О С тобой точно можно поговорить Повезло Что ее тут нет Редкая возможность Побыть в тишине И спокойствии О чем ты? О чем вы все разговариваете? Что ты у нее Деньги просишь? Не давай ему Он на подачку идет Не давай Не заслужил Встань И пляши Тогда может быть Что-то дадим Не поддавайся на его Уговоры Уй Уй Твоя спина мне мешает Так А я могу прям выйти? Мы покинули безопасную зону И что я теперь Не в безопасной зоне? Это Это там Где мы были в самом начале Где мы играли за кавку Если я правильно помню Тут мы еще зашли И тут были Тут было много Этих Какого? Было Много Этих Всяких Постеров И всего Такого Со всякими Людьми Сундук А в Я могу Отсюда куда-то выйти? Неплохо Что это? Самый обыкновенный маленький робот Выполняющийся самые обыкновенные функции На космической станции Вы заметили на роботе кнопку Похоже это кнопка питания Вы решаете Понудительно его отключить Не трогать Но если не трогать Это не интересно А отключу и возьму с собой Похоже робот уже какое-то время Находится в режиме ожидания Вы нажимаете на кнопку питания И переводите робота в режим сна Вам удалось сэкономить Космической станции Немного энергии Пусть это и мелочь Но вы все равно Гордитесь собой И почему ты висишь? Упади Блять Вот в этой игре Не хватает Так смотри В этой игре Не хватает Эээ Анимаций Я бы хотел посмотреть Что там происходит Так Эээ Карта Да Смотри Зона хранения Зона поддержки Мы там уже были везде По идее Если я все правильно помню То есть нам нет смысла Вот так пешком сюда ходить Я просто думал Что мы сейчас все быстро пройдем Потому что мы же Уже Как бы всю герту Вроде как прошли И Теперь нам ничего не будет мешать Просто будем идти по заданиям А видишь Оказывается тут люди появились Которых раньше Не было Сундучок Ты что Разговариваешь? Не разговариваешь О Ты тут что стоишь? Тоже не Тоже не разговаривает Вот на второй этаж Мы еще не поднимались Тут что-то может быть Интересное Да? Или нет? Мне вот И ничего разрушить нельзя? Что за Блядь Ребят Я сейчас заблужусь Я где вообще? А вот Маленький отсек Ага Тут Мы отсюда Никуда не уйдем Получай Как у вас тут много всего? Тут такая же станция О Джоана Сотрудник отдела Зевает Я такая сонная Это и называется Выгоранием Я лучше пойду спать Нет Кажется у меня остались Еще кое-какие дела Что такое? Что это у тебя? Что у тебя в кармане? А что там? Да ничего там вроде у нее нет Особые лекарства? О Ходил сообщил мне Что у одного из Их исследователей Неотложная психологическая проблема Меня послали сюда посмотреть Это так хлопотно Почему бы им просто Не отправить робота С транквилизатором? У меня есть несколько вопросов Ты врач? Я Джоана Сотрудник отдела медицины Моя работа Может быть даже более сложная Чем у врачей Не приходи ко мне Если тебе плохо Я несу ответственность Только за пациентов В рамках своих рабочих обязанностей Я не отвечаю за всех Случайных людей С которыми сталкиваюсь Ты выглядишь сонный Я рада Что ты заметил Перестань Перестанься на разговаривать Беспокоить человека Который пытается уснуть Еще хуже Чем разбудить спящего Эй Почему у тебя Такое недоверчивое И беспокойное Выражение лица Да Я могу задремать на работе Но я очень серьезно Отташусь к своим обязанностям Я не какой-то там Бестолковый доктор Который забудет Кровоостанавливающую вату В своем пациенте Ты выглядишь Очень занятой Я рада Что ты заметил Вот и оставь меня в покое Я либо доставлю Либо собираюсь Доставить лекарства Такие задания Можно поручить И роботам Правда же Если бы не вторжение легиона Подобные вещи Не стали бы моей обязанностью Я надеюсь Ведущие исследователи Как можно скорее Починить систему Распределения роботов А И до которых я отключал Если ты плохо себя чувствуешь Не ищи меня В отделе медицины Я очень занята Да и нахер Ты вообще нужна Взяла тут Всякую хуйню несет А мы должны слушать Походи сюда Для регистрации На медосмотр Ну я прям В больничку попал Мне просто Интересно На всех посмотреть Не знаю как тебе Я-то тут в первый раз Поэтому хочется Прямо максимально Все осмотреть Что у них тут есть Может быть Тут какие-то секретики Типа сундучков будут Видишь Как тут много всего Так мы Ой Что-то было Что-то было Нет Посмотри Полностью автоматизированная Служба медицинского осмотра К вашим услугам Текущий размер очереди Составляет 0 Идея идет Проверка личности Расчет на время ожидания 5 секунд Обратный счет 5-4-3-2-1 Проверка прошла Успешно Пользователь имеет Право на прохождение Медицинского осмотра Начать медицинское исследование Запуск системы Медицинского обследования Пожалуйста дышите четко И спокойно Расслабьте свой разум Не нервничайте И не тревожьтесь Мне что-то нажать надо Обследование завершено Результаты медицинского осмотра Формированы Используйте терминал Космической станции Для его просмотра Если у вас возникли вопросы По поводу результатов Обратитесь к исследователям В отделе медицин Вот это прикол Так Уйдите Уйдите Как мне к мониторам Подойти Там что-то про меня Должны были сказать И вы ничего Мне не скажете А где результаты Посмотреть Стоит на урны Смотрит Вот тебе заняться Нечем Вот это у тебя жизнь веселая Стоять и смотреть на урны А где результаты Ты мне скажешь результат Нет Вот это Ты мне должна сказать результат О Пожалуйста Можете посмотреть Мое медицинское заключение А Вот Медицинский осмотр был сегодня Приношу извинения За то Что заставила ждать Сегодня на терминале Не было Назначено никаких встреч Поэтому я взяла Короткий перерыв Кто же мог подумать Что кто-то действительно Напоявится Давай посмотрим Значит ты не Не с космической станции Верно А сюда тебя направили О Ведущий исследователь Результаты показали Несколько отклонений Спаси меня доктор Просто скажите мне Все прямо док Я выдержу Ладно Тогда сразу к делу В последнее время Ты чувствуешь истощение Или недостаток мотивации Может быть С периодическими симптомами Такими Как головокружение Или шум в ушах Похоже на то Что на то По крайней мере Не много Нет я в порядке Ну, он в порядке Такие легкие симптомы могут легко остаться незамеченными Ситуация не такая уж серьезная Говоря прямо, вам не хватает сна Вы должны брать с меня пример Много отдыхать и не задерживаться до опознанной работы Кстати, недавно на космической станции появились монстры Так что будьте осторожны Вот некоторые средства первой помощи Не забывайте всегда быстро и тщательно очищать раны Слушайте советы доктора О, мы даже что-то получили Неплохо Вот, почему это все не запоминается Если бы это запоминалось Все было бы проще Так, мы побывали в медпункте в местном Прошли, как быстро мы прошли обследование Нам дали еще лекарства Эти, говорит, с нами не хотят Они должны быть где-то рядом, да? О, это какие-то дед с бабушкой Полей меня, полей Голос идет от этого растения Вы замираете, даже не дыша, чтобы не пропустить ни звука О, это тебя выбрали для меня Молчать Эй, я знаю, что ты меня слышишь Хватит притворяться Наконец-то хоть кто-то разбирает, что я говорю Почему ты вообще умеешь разговаривать? Это что, сон? Не, давай вот так спросим А тебя это удивляет? Тут и не такие странности творятся Разве это важно? Значит так Земля подо мной вся просохла А после происшествия поливалки перестали работать Растениям нужна вода Так же, как и людям пища Полей меня, ну пожалуйста Иначе я засохну и погибну Дай посмотреть Только, пожалуйста, не надо этой бодрящей бурды У меня от нее гниль начинается Кофе Капокали Чистая вода Это же мы просто спрашиваем Если растения могут разговаривать Вдруг они и кофе пить могут А, это я-то я говорю Вы задаетесь этим вопросом А потом даете растению ответить Прекрасно... Не давай! Ай, нет, не надо Мне больно Если я это выпью На космической станции Больше не будет честного, доброго и совет И советливого цветочка А, ну это мы с тобой разговариваем Окей Нет, нет, нет Ты посмотри на это Ненормальный цвет Спасибо, конечно Что пытаешься расширить мои горизонты Но мне подойдет И просто чистая вода Ну как раз вот чистая вода Вы льете воду на землю Возле корней растения И она мгновенно впитывается В пересохшую землю Ах Ах Вот это я понимаю Всегда бы напиваться так в волю А не раз в сто лет Пусть у меня и нет рук или ног Зато есть благородное сердце Пока что я не могу ответить На твою доброту Но возвращайся завтра И у меня будет для тебя Что-то занимательное Полученные предметы Похола высокой морали Что это такое? В этой огромной вселенной Моральные нормы Материализуются в физической форме Одобрение в стиле Большой палец вверх Здесь не редкость Главное, чтобы тебя признали Ага Мы то есть То есть мы уже пришли завтра, да? То есть мы уже все сделали Как положено Или мне действительно Ну вот тоже Мне вот это подскажи, пожалуйста Мне нужно ли что-то будет еще Приветствую, добро пожаловать Космическую станцию Нужно ли будет возвращаться Действительно туда В следующий день Заходить, проверять Че как, че почем Че тут? Авраам Будьте спокойны Опасная ситуация В базовой зоне Уже взята под контроль Командой по сбору диковин У тебя что-то голос дрожит Я тебя помню Ты тут перепуганный парень Давай вот так спросим Да дрожит? Нет Тебе показалось Ух Так спокойно, Авраам Как член команды По сбору диковин Ты должен всегда Сохранять хладнокровие Если кто-то заметит Твой страх Ты не только потеряешь Доверие Но и возможность Отомстить за Альфреда Госпожа Хинкель Перевела меня сюда С терминала Обнаружения препятствий Чтобы я мог Учиться у командира Вэнь Минде Из команды по сбору диковин И закаляться на передовой Но здесь мне подвернулась Непростая задачка Это Заново активировать Пространственный якорь С той стороны Это слишком сложно Даже мне это не по силам Давай вот так скажем Не надо так говорить Ты герой Спаши космическую станцию А это не каждому по силам Не скромничай На самом деле Трудность Это не в активации Достаточно просто Приблизиться к пространственному якорю И в вашего Биополя Будет достаточно Чтобы активировать его Самое большое препятствие Монстры по дороге Когда я еще работал На терминаре Обнаружение препятствий Они для меня Были лишь призраками Вдалеке И я всегда Относился к ним С презрением Пока они не вторглись Я не возненавидел Их до мозга костей Узнав что Альфред Умер от их рук Однако Когда я с ними Столкнулся Уже как член команды По сбору диковин Я почувствовал Страх В этот момент Я вспомнил Угасающие глаза Альфреда Я стал задыхаться Все тело Прошиб Холодный пот А ноги задрожали Некудышный я Да Я просто не смог Активировать Пространственный якорь И потратил Несколько дней Впустую Я все могу Пойдем вместе Будем друг другу Помогать Давай вот так Нет я не смогу Буду только мешать Гантэ пожалуйста Активируй Пространственный якорь Ну что там у тебя А куда мне Мне задание поменяли В базовой зоне Находящийся на передовой Опасно Оставшийся в одиночной Следующий ждет помощи А То есть вы мне ничего Даже не скажете Ну мне Я вот так пойду Еле-еле Все Пошел Ебла бить Сейчас разберемся А как Все Давай ладно Побежали Не будем терять время У нас много 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 чего Нужно будет сделать Мы берем Сервал Что она делает Подожди Это мне Зайти нужно В отряд Это мне нужно Это мне нужно Подожди Умение Вот эта техника Немерно Атакует противника И после начала боя Наносит случайному противнику Электрический урон Раны 50% От силы атаки Сервал Но имеет А и имеет базовый шанс 100% наложить на всех Противников статус шок На три хода Противник со статусом шок Будет получать Периодический электрический урон Раны 50% От силы атаки Сервал В начале каждого Хода Ну Супер А И давай повысим уровень Повысим уровень Ган Т Четыре уровня Норм Что-то еще у нас есть? Нет? Пела плясала Нет сначала Мне писали Сначала Ган Т Потом видимо Мы перейдем на пелу плясалу Вот на нее Бля Смотрит за нами Ты что? Ты что творишь? Перейдем на нее И будем качать ее Потому что у нее Очень хорошие способности Насколько я помню По описанию А ты? Ты просто бьешь Не работает? Трех уровня Аутентификация не установлена Открытие двери Отсека невозможно Даже со специальным Пропуском герты Не удается открыть Дверь этой кабины Тут нужна так называемая Трех уровня Трех уровневая Аутентификация Пожалуйста А пожалуй Не просто будет сюда войти О Пачки Ну и давай тебя Вот так Вот это вообще Жесть Что это такое было? Слушай Вообще нормально Пожалуйста Господа Начинайте Они нормально Дерутся Сейчас Гантэ Вообще Ой Гантэ их сейчас С первого раза Всех Загасит Я тебе отвечаю Вот это прокачка Вот это я понимаю Просто ты можешь подумать А на кой хер Вот я вот это все Выполняю Ну Ведь Неплохо же Согласись Ведь неплохо Изучить все О какая мразь там стоит А я его помню Ведь Неплохо же Изучить Вообще Все что Можно Все Сразу Обследуем Посмотри Самый обыкновенный Маленький робот Выполняющий Самые обыкновенные Функции На космической станции Так Ну это все То же самое А что если Выберу Не трогать Маленький робот Продолжает Гудеть в режиме Ожидания Следующей команды А То есть Мне его нужно Выключить В любом случае Отключаем его Сэкономили Космической станции Энергию Отлично Мне наверное За этих роботов Что-то должны В итоге дать 13 уровень А че Красным так светится А мы Какого уровня Ну Гантэ Ой Все Гантэ там все порешает Он 18 уровня Ничего страшного Не случится А я вот сразу Сундук хочу открыть Нельзя сундук открыть Вот собака Эх А вот Почти обманул Ты же сразишься С ним Да За меня А че Бля Все Короче Дань Хэну Сейчас будет Плохо Как то Его прям Да Жестко Прям Просто Я бы качал Всех Равномерно По моей Логике Адекватной Ну Такой Стандартной Скажем Я бы качал Их Одновременно Всех Типа Чтобы они Все были Более-менее Одинакового Уровня Но так как Тут будет Прям Очень много Персонажей В итоге Ой Подожди Нет 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 Я хотел Посмотреть Это не в Перемотке Тут вот Самое Обидное Что И вот Эти Моменты Очень Быстро Пропускаются Глянь А что Ты ее Прям Да Ты ее Защищай Защищай А тут Видишь Нужно Прокачать Главного Персонажа Потом Он может Еще Дальше Прокачаться Новый Уровень Получить Сверху И потом Еще Выше Качаться То есть Там Прям Система Сильная Но я пока Понял Что у меня Пока Гантэ А потом Пело Плясало А кого Дальше Прокачивать Ты мне Короче Говори Потому что Мне будет Сложно Это все Соображать Читать Эти Гайды Я читал И Очень Было Сложно Во всем Этом Разобраться Поэтому Все Как По Инструкции Будем Делать И Будет Все Хорошо Но Мы Его Победим Гантэ Должен Его Победить Я На Это Надеюсь Потому что Он Самый Сильный Мы Мы Уже Все Почти Мы Почти Все Сделали Неплохо Неплохо И Вот Мы Сейчас Все Пройдем Всю Станцию Изучим Уже Когда Там Есть Люди Видишь Как Мы Сходили В Медицинский Пункт Сходили Все Хорошо Теперь Обследовались И Все Обследуем Полностью Его Это Можно Предположить Что Это Карта С Особым Доступом С Изорванными Углами И Повреденным Текстом И Понятно Пригодна Ли Она Еще Для Использования А Экспресс Нас Подождет Мы Успеем У него Потом Сходить Под Звучайными Преломленными Лучами Света Можно Увидеть Что На Ней Полностью Истекли Истерты Символы Какие Полученный Предмет Аутентификация Доступа Таинственная Карта Используемая Для Доступа К Неизвестному Объекту Ее Уголок Оторван А Надпись Невозможно Прочитать Но Когда Вы Держите Ее На Свету Под Определенным Углом Вы Можете Увидеть Бледную Надпись Как Уюта Когда Вы Проводите Пальцами По Непонятным Буквам Вы Не Можете Не Думать Может Эта Сундучок Открываем Стрелы А Но Это Понятно Начали боя Стан с Здесь Повышать 12% Это Все Понятно Кстати 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 Мы же Можем Так Ходьба Бег Сюда Правильно Мы Же Мы Же Можем Повышать Уровень Нет Подожди А Сразу Сходу Да Давай Повысим Но Я не то хотел сделать Вот Сюда А Это Световой Конус Усилить Нет Подожди Наложить Наложить А нельзя Это Сделать Проще За раз Нельзя Все убрать Ничего Нету У тебя Усилить Наложить Ничего Нету Мы же Вроде Много Чего Добавляли Нет Вот Стрелы У него Даньхена О Давай Чуть 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 Делаем Лучше И У тебя Что Усилить Мне кажется Тоже Ничего Нету Ну Я не вижу Смысла Сейчас у всех Вот это Все Смотреть Да Не будем Тратить Время На них Они Я считаю Бесполезные Вообще Все дела Так Нас Полечили Супер И мы Теперь Я думаю Можем попасть Вот сюда Влево Иначе Для чего Это У нас же Есть Штука Это Инициирование Проверки Доступа Проверка Проверка Не удалась Карта Доступа Днем Наружен Убедите Что у вас Есть Карта И попробуйте Еще раз Напоминание Перед запуском Программы Убедитесь Что у вас Есть Все Три Карты Доступа Если Вам Требуется Помощь Выберите Подходящий Вариант Забрать Карту Доступа Запрос Отправляется Пожалуйста Подождите Запрос Отправляется Отправляется Одобрено Выберите Порядок Доступа Первый уровень Активация Программы Синхронизации Активация Завершена Сигнал Поступает Из главной Контрольной Зоны Синхронизация Данных Проводится Анализ Пожалуйста Подождите Вы видите Размытые Изображения С камер Видеонаблюдения На последнем Кадре Изображен Сотрудник С пышной Прической Он стоит На коленях И тянется К чему-то Руками Второй уровень Активация Программной Синхронизации Активация Успешна Сигнал Поступает Из зоны Хранения Синхронизация Данных Проводится Анализ Пожалуйста Подождите Изображение С камер Видеонаблюдения Сильно Размыто Вы видите Лишь Несколько Вубабу Плывущих Вдоль окна Во всю стену Выглядит Как Какое-то Помещение На возвышении Третий уровень Активация Программной Синхронизации Активация Успешна Сигнал Поступает Из базовой Зоны Сигнал Очень сильный Источник Находится В радиусе 300 метров Проводится Анализ Изображения Анализ Завершен Вы видите Изображение Снятый Под странным Углом Присмотревшись Вы понимаете Что фигура Изображение Продолжит Солдату Легиона Тиматей Похоже Что камера Висит На нем И что Блять Я хочу Сюда Зайти На кой Хер Я это Все Читал Что Можем Это Пропустить Сюжет Забрать Карту Доступа Но это Все То же Самое Окей Ничего С этим Сделать Нельзя Значит Мы Идем На Выход Давай Поговорим С тобой Слева Охота Слева Охота Справа Гармония Эрудиция В сердце Что ты Делаешь Дракон На груди О Давай Спросим А это ты Так быстро Я всего Лишь Я всего 167 Раз Придел Ободряющую Фразу Прежде чем Ты продолжишь Разреши Мне сначала Закончить А то мне Будет Очень 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 Плохо Нам Стоит Поторопиться Я понимаю Ну давай Я понимаю Спасибо тебе Ты очень Добр Слева Охота Справа Гармония Эрудиция В сердце Сохранение На груди Фух Готово Молодец Авраам Теперь вернемся К основной теме Я видел Что пространственный Якорь На той стороне Уже активирован На самом деле На самом деле Только Только что Произнеся Эту ободряющую Фразу Я понял Простый Гантэ Помог мне Заданием И теперь Я могу Остаться В команде И обязательно Надеть тех Монстров Которые Убили Альфреда И отомщу За него Я докажу Что у меня Хватит смелости Сделать этот Шаг Перед Долгой Ночью Смерти Надеюсь Это не последняя Наша С тобой встреча Возможно Судьба Ведет нас Снова Гантэ Так И все Мы закончили Дорога Возрождения Миссия Завершена Ну супер Новая Миссия Понятно В зоне Хранения Где раньше Хранились Всякие Диковины Установлена Аварийная Безопасная Зона Холодные Тени Мерцецов Еще не Отступили А монстры Бродят По залитому Серебряным Цветом Отсеку Где будет Оглашена Декларация Возрождения Ваши усилия Дрова Что разожгут Пламя Возрождения Так И И куда нам Идти Карта Пожалуйста Это Зона Хранения О прям 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 Придем Вот сюда Как Как Я забыл Как это делать Подожди Как Как перемещаться Что это Гертрариум Гертрариум И я коплю Подожди Мне Это не нужно Господи Я запутался Телепорт А почему я сюда не могу телепортироваться Что за глупость И сюда не могу Сюда могу Ну давай сюда Наверное Мы уже будем Подходить Немножечко К концу То есть Все вот это Я читал Да Мы вот Все Мы тут были Мы тут были Да И мы здесь Все это Читали Вы вернулись Сюда Где началась История В этом Трансе Мысли И воспоминания Кружатся У вас В голове Вы вспоминайте Имена И лица Тех С кем Довелось Встретиться Одно за одним Они исчезают Во время Ваших Совместных Путешествий Вы вспоминайте Принятые Вами решения И до сих пор Не знаете Правильно ли Тогда Поступали Иронии Судьбы Что это Пора Отправляться В новый Путь В уверенной Что В не столь Отдаленном Будущем Найдется Ответы На все Свои Вопросы А ты Кто Агерта Какая она Мелкая Посмотри Быстро Говори Что там У тебя И перестань Загораживать Меня обзор А тебе Поебалу Не заехай За такие Слова В мою Сторону Я предлагаю Сейчас Быстренько Пройти Ты что Подвисаешь Или мне кажется Быстренько Обследовать Вот эту Всю местность И на этом Мы закончим А дальше Начнем Изучать Остальные Остальные Моменты Все которые Там есть Бля Ты что Лагаешь Не лагай Это будет Не очень Хорошо Открывай Доступ Открыт Ну Ну Это мы Где А это Мы вот Здесь Открыли То есть Вот это Что не Подсвечивается Видимо Там Мы еще Не были Там Закрыто Вот Оно Че Че Оп Осмотреть Разбита Диковина С частицами Парящими Вокруг Трещины Которые Преломляют Нестабильный Свет Напоминает Вам Какой-то Древний Прибор С Котоднолучевой Трубкой Еще Вы Припоминаете Почему-то Всем Известное Таинственное Правило Если Что-то Не Работает Попробуй Его Стукнуть Вы Подознательно Протягиваете Руку Чтобы Окоснуться Диковины Не Понимая Иллюзия Или Это Вы Чувствуете Что Свет Излучаемый Странным Предметом Более Ослепителен Чем Раньше Вы Решаете Стукнуть Его Че Че Нам Терять Кажется Что Ничего Не Происходит Вы Решаете Еще Раз Стукнуть Его Кажется Что Ничего Не Изменилось По Прежнему Кажется Что Ничего Не Продошло Поэтому Вы Решаете Еще Раз Стукнуть Его О Че То Изменилось Тут Сладик Ковина Внезапно Начинает Ярко Светиться И Вы Скидываете Руки Чтобы Защитить Глаза Спустя Несколько Секунд Вы Открываете Их Видите Что Трещины Исчезли Убедившись Что Это Не Галлюцинация Вы Решаете Рассказать Об Асте Опа Это Что Такое Обнаруж Что Случилось Я Исправил Диковину Я И Сам Не Понял Я Сам Не Понял Я Пару Раз Стреснул Под Диковине И Трещина Исчезла Ох Да Я Сам Себе Не Верю Поэтому Оно Называется Ударным Обслуживанием Серверные Данные Из Паноптико Дна Действительно Показывает Что Она Восстановилась И В дан Мет Активирована Он Выдает Стабильные Показатели Энергии Это Может быть Чистой Случайностью Но Как-то Не Похоже Что Это Совпадение Не Похоже Но Как-то Не Похоже Это На Совпадение У Тебя Руки Ионом Благословлены Что Ли Ну Будем Считать Что Я Правильно Сказал Да Шучу Я Главный Результат Я Отправила Тебе Награду Не Забудь Проверить Ее Да Неплохо Или Или Для чего Она мне нужна Ты тоже Мне об этом Напиши Скажи Потому что Это важно А Вот Теперь У нас Есть Что Почитать В Следующей Серии А то Так Смотри Мы Нормально Хорошо Читаем И В Какой-то Момент Будет Все Так Что Нам Не Придется Потом Ничего Читать Сразу Начнем Играть Это Тоже Неплохо И Что Это Несколько Алых Фрагментов Зависли В Понятно Вот Это Что Такое Это Крылья А я Что Буду Летать Я умею Летать Или Я Буду Уметь Летать Пара Черных Оперенных Крыльев Зависли В воздухе На высоте Взрослого Человека Сохраняя Видимость Полета Вы представляете Искателя Приключений Которые Мешают Этим Крыльям И Взмывают Высоту На высоте Взрослого Человека А я Что Пиздюк По сравнению Со взрослым Человеком Вы чувствуете Ветер Теплый И приятный Ветер Обдувает Ваше Лицо Играет С волосами Наполняя Тело Ветер Несет Вас Над горными Грядами И широкими Океанами За вашей Спиной Поворачиваются Крылья Ветерных Мельниц И звонят Деревенские Колокола Перед вами Мерцает Снег И дождем Падают Звезды Вы открываете Глаза Сбрасывания Наваждения Черные крылья Все так же Летят Будто Повторяя Историю Будто Воспевая Целый Мир Ясно Что Ничего Не ясно Да О Это Та штука По которой Я стукнул Почему Ее И тут И там Показывают Лопата Это Лопата Звездный Щуп Нет Нихуя Это Лопата Это Звездная Лопата Что мы берем Дикойна Номер 021 Звездный Щуп Прототип Повторяю Это Прототип Звездные Щупы Вошли В широкий Обиход Когда Их Научились Массово Производить А взять Я его Не могу И Зайти Сюда Я тоже Не могу Энергетическая Черная Дыра Дикойна Номер 2691 Энергетическая Черная Дыра Может Поглощать Энергию Но не Пищу На Металлическом Корпсе Увиден Подозрительный Жирный Налет Кажется Пункт Про Пищу Был Приписан Совсем Недавно Ага Это Кубики Набор Для Фильтрации Счастья Что-то Вроде Такое Мы читали Дикойна Номер 269 Набор Для Фильтрации Счастья Портативные Устройства Внутри Куба Можно Использовать Для Распознавания И сбора Радостных Эмоций Судя По виду Из Кубов Уже Доставляли Портативные Устройства Похоже Сейчас Большой Спрос На Радость Ага Корона Невыносимая Тяжесть Вот Она Как раз Невыносимая Тяжесть Дикойна Номер 40 458 Невыносимая Тяжесть Корона Королевской Семьи Из Планеты Татони Используется Для Передачи Знаний Как Мы Прям Прям Прочитали Специально В момент Это Вот Это Совпадение Вы Примеряете Корону И Сразу Кажется Будто Ваша Голова Увеличивалась Несколько Раз Этот Венец Слишком Тяжелый Видимо Знания В нем Плотно Упакованы То есть Вы Хотите Сказать Что Я Не Просто Хожу Читаю А Я Прям Беру Взаимодействую С ними Использую Их На Себе Опа Вот Это Главное Не Дунь Главное Не Дунь Не Дыши На Не 40 Карт Стоят Друг На Друге Образуя Пирамиду Вытащи Одну И Все Остальные Рухнут Бесформенной Кучей Возможно Именно Так И Работают Причины И Следствия Мы Можем Выбрать Из Тысячи Возможных Вариантов Но Итог Будет Только Один А Вы Все Равно Верите Что Случайности Не Случайны Однажды Вы Найдете Ответ Который Выйдет За Рамки Ваш Что Я Что Лиснул И Не Успел Дочитать Вашего Предназначения Вот Так Вот Так Больше Тут Нечего Взять Эту Штуку Мы Тоже Не Можем С ней Ничего Сделать Значит Мы Отсюда Убегаем И Бежим Куда Бежим Сюда Тут Что То Тоже Нас Будет Ждать Да Ага Я отключу Робота Лен Чилит Посмотреть Все То же Самое Отключаем А Вот Вы Как Помечаете Что Ты Отключен Так Ну смотри Тут Уже Прям Враги То Мы Тут Уже Ничего Не Сможем Сделать Только Сражаться Поэтому Я думаю Что На этом Мы И Закончим Серию А Следующий Начнем С Зачищения Вот Этой Вот Сей Местности Надеюсь Тебе Понравилось Это Видео Подписывайся На Канал Оставляй Лайк и Комментарий Делись Роликом С Друзьями Ставь Колокольчик Чтобы Не пропустить Новое Видео Скоро Увидимся Всего Тебе 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 Субтитры подогнал «Симон»!